Здравствуйте! О спортивных событиях и достижениях расскажу в новом выпуске новостей спорта. Классика и коньком универсальна. Лыжники Муравленко от семи и старше вышли на старт. Центр спорта Муравленко – лауреат конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России». Боксеры Муравленко и Губкинского выяснили, кто сильнее. В школе бокса состоялось открытие спортивного сезона 2018. Активно использовать для здоровья проводят выходные многие муравленковцы. Первыми в этом году на старт вышли лыжники. Начинающим Крюковым и Лазутиным предстояло преодолеть дистанцию в полкилометра. Старшим лыжникам предлагалось пройти 2,5 километров свободным стилем. В состязаниях участвовали как воспитанники отделения лыжных гонок, так и любители. Нина Макарова тренируется в секции всего полтора месяца, но уже делает успехи. Мне нравится лыжа, удобно, получается, потому что хочется стремиться к чему-то, чтобы победить. В этой гонке не было победителей и побежденных. Участники открыли сезон, проверили собственные силы и подготовились к предстоящим соревнованиям. В гонке участвовали более 40 человек. Демонстрировали результаты, но не на лыжне, а в боксерском ринге спортсмены двух городов – Муравленко и Губкинского. Юные боксеры пробивали двоечки, отрабатывали в ринге серии из джебов и хуков, а также демонстрировали сложные ударные комбинации. Судя по уровню, это еще новички, в принципе, нормально боксируют. Они одинакового уровня, одинаково провели количество боев и пока что еще счет равный. Где-то мы выиграли, где-то они. Старший тренер по боксу Владимир Мягких уже в начале года, что называется, присматривается к спортсменам, выявляет лучших и тренирует их в усиленном режиме. Один из таких спортсменов – участник этих состязаний Герман Головин. В декабре 2017-го юноша отобрался на первенство Уральского федерального округа. Каникулы, когда начинаются, я не расслабляюсь, я иногда на стадион бегу, я на тренировке два раза в день прихожу. По количеству участников состязаний этот турнир стал самым массовым спортивным мероприятием в празднике. Обмен опытом – это необходимо, потому что если мы здесь работаем и они здесь боксируют, как мастера спорта, то если не будет выездов, они будут теряться и практически ринг другой они должны чувствовать. Если не будет выездов, не будет опыта. В нашем городе эти соревнования проводят уже более пяти лет. В этот раз за первенство боролись около 50 боксеров. Валида Кунтюкова из Губкинского не пропускает ни одного поединка своего старшего сына. А то, что ребенок занимается таким достаточно опасным видом спорта, не смущает вас? Нет, не смущает, у меня довольно-таки очень сильный ребенок. Он занимается и борьбой, и боксом. То есть у него и здоровье позволяет, и время. Ему это интересно, ему это нравится. Лучшие результаты продемонстрировали Владимир Мягких, Владимир Рахманов, Ахмат Ярахмедов и Герман Головин. Что касается командных видов, декаду спорта и здоровья открыли волейболисты и игроки юношеских сборных по футболу Центра спорта «Муравленко». В дни соревнований на площадку вышли три сборные в каждом виде спорта. Несмотря на то, что это первые состязания в 2018 году, парни активно включились в игру на площадке и продемонстрировали свои умения. Лидером праздничного турнира признана первая сборная юношей. А в волейбольных баталиях с самого начала была ясна расстановка команд в турнирной таблице. В первой же игре женская сборная «Перевалочка» обыграла юношескую команду в первых двух партиях. Я начала нормально играть и поняла, что у меня есть команда, на которую можно положиться. Волейболистки «Перевалочки» обошлись таким же счетом вторую женскую команду и стали победителями. Второе место у команды юношей. На третьем, соответственно, вторая женская сборная. Новый год, новые правила. Минспорта утвердил обновленные нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Новые критерии сдачи ГТО составлены по итогам анализа выполнения нормативов за 2014-2016 годы. Как отмечают специалисты, изменения в большинстве случаев усложняют задачу получения знаков отличия. Эти нормативы предусмотрены на ближайшие четыре года. Эти нормативы утверждены на четыре года. Там есть небольшие изменения, но не во всех возрастных ступенях. Хочется отметить, что теперь во все ступени введены единицы измерения. То есть минуты, секунды, метры, чего не было ранее в предыдущих нормативах. В нормативах есть обязательные испытания и испытания по выбору. Теперь уже появилась альтернатива. В обязательных испытаниях введен вид тестирования бег на 30 метров с первой по седьмой возрастной ступень. Центр спорта Муравленков – топ 100 лучших детско-юношеских спортивных школ России. Спортивное учреждение стало лауреатом конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» в номинации «Лучшая детско-юношеская спортивная школа». На главной спортивной площадке города, подаренной жителям компании «Газпромнефть», только в прошлом году состояло 75 мероприятий. Около 900 ребят занимаются на отделениях волейбола, баскетбола, мини-футбола, восточных боевых единоборств, хэквондо, пауэрлифтинга, плавания и адаптивной физкультуры. В 2017-м 146 воспитанников получили спортивные разряды. В центре спорта созданы современные условия для развития адаптивного вида спорта. Победа в окружном конкурсе среди учреждений, работающих с детьми особой заботы, позволила приобрести специализированное оборудование для тренажерного зала отделения адаптивной физкультуры. Его откроют в ближайшее время. На каждом отделении работает по два-три тренера-преподавателя. Самым популярным считается плавание. Инвентаря очень хватает на все виды тренировок и на все методы тренировок. Детям особенно очень нравится. Для взрослых посетителей центра спорта доступны свободное плавание, аквааэробика, степаэробика, многофункциональный тренинг, йога. Особенно популярны бассейн и тренажерный зал. Завершился очередной этап соревнований в зачет 18-й спартакиады учащихся города. В спорткомплексе «Зеница» стоялись теннисные баталии. В состязаниях участвовали пять сборных. Все они представители общеобразовательных учреждений. Ребята себя показывают, конечно, очень даже хорошо. В плане каждый ребенок старается выиграть. Естественно, это соревнования. Тем более, это зачет спартакиады. Организация отличная. Дети, в общем-то, настроены на победу. Любая школа. Я думаю, что все будет хорошо. Лидерами по итогам этих состязаний признаны игроки команды четвертой школы. На втором сборная школы номер один, третья у теннисистов второй. Пока эти три сборные считаются лидерами в общем зачете спартакиады учащихся. На сегодня это все о спортивных событиях и достижениях расскажу в следующем выпуске новостей спорта.